Алло. Алло. Здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте. А кто спрашивает? Я звоню вам из профсоюзбанка департамента по работе с должностью. Меня зовут Самид Афлавиен. Я общаюсь с кем? Владилен? Это ее родственник. Она на дачу уехала, трубочку, к сожалению, оставила. Так, вы отцом являетесь, я понял вас? Ну... Да. Пускай так. Практически. Последнее время. Так, в последнее время... Да. Что вас беспокоит? Как вы являетесь ей? Я ее родной дядя. Родной дядя, да? Да. Я звоню по поводу ее финансовых обязательств. Просто до сих пор мы не можем дозвониться, поэтому звоним. На все номера телефонов, которые у нас имеются. Ну, сейчас опять же попытались до нее дозвониться, но разговариваем, причем мы не с ней. А я же вам объяснил, она уехала на дачу. Я понял. Когда она вернется, вы сможете ли у нее информацию? А что там же информация? Рассказывайте, конечно, рассказывайте. Я сейчас в последнее время все финансовые вопросы этой семьи решаю. Так уж сложились обстоятельства. Номер телефона нашего банка ей необходимо будет передать, чтобы она с вами связалась? Да, она не будет связываться с вами. Она... Все... Ну, договорились. Она говорит, дядя, пожалуйста. Пожалуйста, ищи вопросы. Я говорю, пожалуйста, дорогая, давай еще. Какие вопросы? К сожалению, я вам не могу озвучить. Какие у нее вопросы? У нее есть вопросы? У нее достаточно серьезные. Я все финансовые вопросы намерен решать в этой семье, чтобы им помочь. Только со мной вы можете наладить отношения, и мы сможем, как говорят, прийти к консенсусу. И в противном случае она закрылась на даче, она никуда не выезжает. Она сказала, я все, я от общества отстранилась. Обстрагировалась. Поэтому все, что вы можете, если вы хотите получить результат какой-либо, обсуждайте, договаривайтесь со мной и к вашим услугам. К сожалению, я вам информацию не могу предоставить. Тогда ситуация... Вы тогда искусственно ее заводите в путь. А почему она сама вам не говорит ничего тогда? Что не говорит? Что она должна денег в банк? По поводу ее вопросов, да. Ну, я и... Понимаете, кроме того, что она должна денег в банк, у нее больше никаких неразрешенных вопросов нет. Человек достаточно состоятельный. У нас семья далеко не бедная. Вот. Ну... То есть она намеренно не платит? Почему намеренно? А, нет, ну, понимаю. Не бывает так, чтобы не намеренно. Ну, как не намеренно? Ненамеренно можно не заплатить. Это вот... Бах, головой ударился об что-то и забыл. Ну, она здорова, слава Богу. И головой ни об что не ударялась. Значит, получается намеренно. Намеренно я и говорю. Ну, да. А вот вариантов-то немного, на самом деле. Вот задавая вопрос, вы все-таки наверняка подразумеваете получить какой-то ответ. И в то же время вопрос формулируете не совсем корректно. Ну, лишаете себе права на получение. Ну, как вы говорите? Не намеренно, не намеренно. Это достаточно состоятельно. Как можно... Вот смотрите. Нет, подожди. Как человек не намеренно? Ненамеренно может не платить. Ненамеренно. То есть, по забывчивости, что может происходить? Вот человек ненамеренно не платит. Естественно, все люди, кто не платят, они делают это намеренно. Намеренно. Вот мне сегодня надо заплатить, а я пойду и не заплачу. Это намерение такое. Нет, может быть какая-либо причина, по которой он не платит. А причина одна. Головой удастся забыть. Ну, вот так может быть. Ну, у нее, я же говорю, со здоровьем все в порядке. Она села самостоятельно, на дачу уехала. То есть, сопровождающих ей не требуют. Вы ей информацию передаете или нет? Какую информацию? Номер телефона нашего банка, чтобы она сама с нами... А вы же не понимаете, что ли? Вы такое ощущение, что слушаете сами себя, а меня не слушаете. Я вам еще раз предлагаю беспрецедентные случаи решить те вопросы. Я должен просто понимать, что вы намерены сделать для того, чтобы сподвигнуть моего родственника к оплатам. Есть ли у вас какие-то аргументы, против которых я не смог бы противопоставить своих аргументов? А мои аргументы либо деньги принесли... Я принес вам банк ваш по адресу вашего, который мне называют... Сумма, которая либо может быть... Я не знаю... Дианин-крым. Я думаю... Я разберусь какой-то аргументы... Я думаю...